Два года назад латвийские вузы начали подавать документы для аккредитации по новой системе, при которой оценке подлежит направление, а не отдельно взятая программа. По словам академика, сначала подходом все были довольны. Система упрощала, а главное, удешевляла ответственную процедуру. Когда же подошло время выдачи дипломов, оказалось, что министерство не вложилось в собственноручно установленные сроки. На сегодня в ситуации, когда на руки студенту просто нечего выдать, оказалось не одно учебное заведение в стране. Главное, что вызывает откровенное недоумение у председателя совета, стремление министра передать аккредитацию вузов в руки иностранцев. Долгие годы этим занимался латвийский центр, и выпускные документы признавались в Европе. Теперь подход в корне изменился. Сейчас меняется то, что делал наш латвийский центр, сейчас будут делать немцы. У нас в Латвии будут технически организовать процесс аккредитации. Что в этом техническом процессе входит? Это прием документов, это приглашение экспертов на аккредитацию, ну и сам процесс организации. Чисто логистика вся и все остальное. В основном такие технические вопросы. Наш центр как бы не годился, потому что его нет в списках европейских аккредитованных центров. Немецкий центр, продолжают ученые, проведет аккредитацию по немецким ценам на порядок выше установленных у нас в стране. А это значит доплачивать за услугу придется самим вузам. Издержки в свою очередь приведут к серьезному удорожанию стоимости обучения. Высшее образование в Латвии станет привилегией состоятельных семей. Если Латвия не поймет, что в принципе нужно серьезно задуматься, потому что та же сама Эстония уже на эстонском языке, по крайней мере, перешла на бесплатное высшее образование, где в принципе студенты не платят за высшее образование. Поэтому у нас в Латвии это может вызвать рост платы за обучение в платных программах. Ну там где бюджетные места, там бюджетные места. Это одно. А второе, ну это в целом по стране, я думаю, это может привести продолжаться, больше продолжается отток наших студентов туда, где в принципе уже высшее образование становится дешевле, чем у нас. Все идет к тому, уверен председатель, что высшее образование в Латвии по европейским ценам будет просто невостребовано. Кроме того, в разы увеличится число мигрантов уже не на клубничные поля, а в вузы Дании, Швеции и Германии. Если не внять голос у разума, процесс может стать необратимым.